Я знаю одного брата Варакалуфикум, когда ему задают вопрос, брат, какие у тебя планы? Он всегда говорит, у меня планы попасть в рай, а других планов пока нету Варакалуфикум. Человеку, у которого миллиарды, сколько он в день тратит на себя? Он даже если пожелает на себя что-то потратить, единственный вариант, брать, потратить на себя миллиарды, это что? Отправить, инвестировать их куда? На тот свет, чтобы действительно пользоваться ими. Однако верующий, когда к нему приходит его срок, его радует тем, что ждет его у Всевышнего Аллаха, сразу же в этот момент, когда до него доходит весь о том, что ждет, он желает встретиться с Всевышним Аллаху. Вот в этот момент он перестает чувствовать неприязнь к смерти. Абу Мансур Аль-Матуриди, Аллах Алям, существовал этот человек или нет вообще под вопросом, даже если существовал до его появления. Люди, какой акиды придерживались? То есть Абу Бакру, Умару, Уфману, Али, Дести, Абраду, Нраем и так далее, был обещан рай за что? За акиду Ашарицкую? За акиду Матуридидидскую? За акиду Му'тазилицкую? За акиду Такую Ицкую и Ицкую и Ицкую? Или за ту акиду, про которую сказал Всевышний Аллах? Если люди уверуют то, во что уверовали вы? Аллах так удивительно предупреждал, что эти люди сами свидетельствуют о том, что они не на имане пророка, саллаллаху, алейхи вассаляма, его сподвижников. А на акиде Абу Масура Аль-Матуриди, или еще непонятно, какой там киди и тому подобное. Барак Аллафик, продолжаем чтение книги Шарх Рия Салихин, Шех Мухаммад Ибн Салих, Лусаймина, Рахматуллах и Алей. Мы дошли до 65-й главы, тот, кто следит с нами по книге, 437-я страница, Варка Лауфикум. Если у кого-то нет книги, и он хочет следить по книге, то может скачать книгу на канале, на канале Варка Лауфикум. В содержании, там прикрепленный файл, зайдет и увидит там, где можно скачать Варка Лауфикум, третий том. 65-й глава Бабы Викр-ль-Маут в Акисар-ль-Амаль. Глава о том, что необходимо вспоминать о смерти и не возлагать слишком много надежд на будущее, то есть не строить далекие планы. И первый аят, который упомянул автор, досмелся на нем Аллах Всевышний Аллах Спонталя. Слова Всевышнего Аллаха Спонталя. Каждая душа вкусит смерть. И поистине сполна получите вы награду свою только в день воскресения. И преуспеет тот, кто будет спасен от огня и введен в рай. А жизнь это всего лишь наслаждение обольщением. Глава о том, что необходимо постоянно вспоминать о смерти и не следует возлагать слишком много надежд на будущее. Автор досмелся на нем Аллах, привел эту главу для того, чтобы разумный человек постоянно вспоминал о смерти и не строил долгие или же планы, далекие на будущее. То есть имеется в виду, планы на этом свете или планы связаны с этим мирским, с этим миром. Здесь не идет речь Барак-Аллауфикум о планах получить Барак-Аллауфикум или о надежде получить награду от Всевышнего Аллаха. Или же стремиться к тому, что у него из огромной награды для того, кто Барак-Аллауфикум совершает правильные дела. Поэтому я знаю одного брата, Барак-Аллауфикум, когда ему задают вопрос, брат, какие у тебя планы, он всегда говорит, у меня планы попасть в рай, а других планов пока нету, Барак-Аллауфикум. Барак-Аллауфикум, что касается мирских вещей, то не строй себе долгие или же далекие планы. Как много людей, которые построили себе какие-то далекие планы и вдруг внезапно пришел их срок. Как много людей, которые сидят, рассчитывают и думают, я сделаю то и то и то. И вдруг заканчивается срок, и он оставляет то, что планировал сделать. Порвалась веревка его планов, и приходит его срок. И поэтому следует разумному человеку. Каждый раз, когда увидит стремление к чему-то мирскому, и замечает, что он чересчур занят этой мирской жизнью, и видит, что эта жизнь его обольщает, ему нужно вспоминать о смерти. И вспоминать о том положении, которое ждет его на том свете. Потому что это то, к чему он однозначно придет. Строил он на это планы или же не строил. Однозначно он что воскреснет в судный час. А что касается того, что запланировал человек на этом свете, может быть, то, что он запланировал, произойдет, а может быть, и не произойдет. Аллах говорит, Кто желал только этой жизни, кто желал только этой близкой скорой жизни, мы для него ускорили в ней то, что мы пожелаем. То есть, кто-то желает чего-то из мирского. Все, что он желает добиваться, нет. Аллах говорит, мы ему дадим только то, что мы пожелаем. То есть, говорит о себе Господь Субхану Атали. А не то, что пожелает он. То есть, ему будет дано только то, что пожелает Аллах Субхану Атали. Дальше Аллах Субхану Атали говорит, мало того, что пожелает только то, что он пожелает Господь Субхану Атали, будет дано человеку, так не каждому из этих людей, который возжелал и стремился к чему-то, к мирскому, будет дано. То есть, грубо говоря, так понимать, что в этот ряд 10 человек желает получить что-то. Из этих десятерых Аллах кого-то выберет, кому-то даст то, что они желают, кому-то не даст. Скажем, из этих десятерых осталось трое, кому Аллах даст то, что они желали, а семерым не даст. Хорошо, второй момент. Те трое, которым Аллах дал, они получат все, что вас желали. То есть, грубо говоря, эти трое, каждый из них желал по 100 долларов получить. Нет, кому-то Аллах даст то, кому-то Аллах даст 20, А кому-то Аллах спонтально может быть больше, чем он желал. И поэтому Аллах спонтально говорит, «Манкана юриду ля аджилята» Тот, кто желает скоро приходящий, то есть этой жизни, «Аджальна лягу фига мана шау лиман нурид» Мы ускорим для него в ней то, что мы желаем, и дадим это только тому или для тех, кому мы пожелаем. «Сумма джаальна лягу джаганна мая слаха мазмумам матхура» А потом в судный день сделаем мы для него ад, чтобы он горел в нем порицаемым и отверженным. «Ва мэна рада ля ахара» Дальше Аллах спонтально говорит, «Сурья али сра» А тот, кто желает того света, «васаалага» и стремится к тому свету, «сайяга» «вагуа мумин» И он при этом является верующим человеком, «фауляйка кана сайюм машкура» То таким стремление их будет отблагодарено. Их стремление будет отблагодарено. То есть каким образом, Барак Аллауфикум, человек стремится? Путем повиновения. Аллаху, Субханна Талли, совершая благие дела, они, без нилляхи талли, будут приняты и сохранены. Эти дела у Господа, Субханна Талли, то есть это из благодарности Аллаху спонтально тому человеку, который совершает благие дела. И при том, что Господь не нуждается в его делах. Братья Барак Аллауфикумы не раз говорили на разных уроках, когда мы читаем подобные аты, как слова Всевышнего Аллаха спонтально «вамана рада ля ахара» а тот, кто желает вечной жизни и стремится к ней должным стремлением Бога умумен, и он верующий, когда мы слышим верущее слово. Братья, мало из верующих, кто задумается, мало кто из верующих задумается, не говоря уже о неверующих, что здесь идет Барак Аллауфикум о каждом верующем. То есть кто-то говорит, в этом айате речь идет о том человеке, который верит в существование Аллаха. А получается и христиане, и иудеи, и все туда заходят? Нет. А получается только мусульмане. Вот видите, вы же согласны, что при том, что христиане и иудеи верят в Аллаха, при этом они в этот аят не заходят. А почему они в этот аят не заходят? То есть христиане и иудеи после прихода Мухаммада, салаллаху алисалям. Почему они заходят в понятие мумин? Потому что говорят, нет, у них иман должен быть какой? Иман, как требует от них религия, ислам. А, хорошо. Значит, вы с этим согласны, правильно или нет? И тот, кто с тобой эту тему обсуждает, он ашарит, или матуридит, или ашарит, или муатазелит, или джахмит, или кадарит, или джаврит, или хизбуттахрировец, и так далее, и тому подобное. Он с тобой соглашается, что в этот аят не входят кто? Люди Писания. При том, что они заявляют о себе, что они верующие. Так мы тебе тут же встречный вопрос задаем. А с чего взял ты, что ты сюда заходишь? Разве Аллах, салаллаху алисаляму, не говорит пророку, салаллаху алисаляму, его с подвижником Фаин Аману, если люди Писания уверуют? Бимислима аман тубиев. То же, во что уверовали и вы, и вы, только тогда они будут считаться теми, кто идет по прямому пути. Значит, верующие в этом и подобных аятах, братья, это тот, кто имеет иман, веру, соответствующую вере пророка, салаллаху алисаляму, его с подвижником. Иудейте на положение людей, которые говорят, у меня атыда ашаритская. Абумус аль ашарий в ар-калуфикум через сколько лет жил? После, через несколько сотен лет. А до этого люди какую акиду имели? Абу Бакр, которому при жизни был обещан рай. Умар ибн-Хаттаб, Утман, Али, 10 обрадованных рай и другие сподвижники, они же не имели ашаритскую акиду. Абу Мансур аль-матуриди, Аллах алим, существовал этот человек или нет, вообще под вопросом, даже и существовал до его появления. Люди какой акиды придерживались? То есть Абу Бакру, Умару, Утману, Али, 10 обрадованных рай и так далее, была обещана рай за что? За акиду ашаритскую? За акиду матуридидскую? За акиду му'тазилидскую? За акиду такую ицкую и ицкую и ицкую? Или за ту акиду, про которую сказал Всевышний Аллах, «Фаин аману бимитлима аман тумбиги». Если люди уверуют то, во что уверовали вы. Поэтому, братья, этот аят, этот и подобный ему аят, как Всевышний Аллах Сумат Али, все знают суру Аль-Аср. В Аль-Аср Аллах говорит, «Клянусь временем». «Инналь инсаналя фихуср» «Поистине человек в убытке». То есть все человеческое в убытке, кроме «Илля ля вина аману», кроме тех, кто уверовал. И ты читаешь этот аят и переводишь его с мысла. Сидит с тобой какой-нибудь католик и говорит, «О, я, значит, в этот аят попадаю, я же в Бога верю». В отца, говорит, «В отца же я верю». Отцом они его называют, а? Думаешь, нет, конечно, ты туда и не заходишь. Говорит этому «Атазилит», этому «Ля шарит». «Ты, конечно, не заходишь. Ты рядом с Ищем, ты тоже туда и не заходишь. Потому что твоя ахида какая? Не ахида, Пророк Салам Салам Саабов. Ты сам говоришь о себе, как Аллах Салам 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 Салам. Он сказал неверующие, «Шаидина аля амфусим бекуфр». Неверующие сами свидетельствуют о своем неверии. Точно так же Аллах так удивительно предупредил, что эти люди сами свидетельствуют о том, что они не на имане Пророка Салаллаху Алейхи васалима, его сподвижников, а на ахиде, Абу Хасана Аль-Ашари, Абу Масура Аль-Матуриди или еще непонятно, какой там Киди и тому подобное. Поэтому, когда мы читаем эти аяты, Ибарак Алауфикум всегда задается вопросом, «Так, я мумен, у меня иман». Иман Пророка Салам 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 и у Сахабов. То есть я верю в то, что верили Пророк Салам Салам и у Сахабы. Если да, то есть надежда, Подобно также словам Всевышний Аллаху спонталя ман амилю су аль хаммин закарин ваунфа вагу мукмин, тот, кто совершал праведные дела, будь это мужчина или женщина, он верующий, вот ты слышал верующие, сразу тебе должно прийти в голову, что моя вера, моя, ахиде соответствовало ахиде правок салсам и Господь вич, фаля нухи яннаху хаята твой, вот такого мы наделим благой жизнью. Потом Всевышний Аллах упомянул слова, аяты, и к этим аятам относятся слова Всевышний Аллах спонталя кулли унавсин за икотульмаут ва иннаму тува фауна уджура кум йоу мангхияма, каждая душа вкусит смерть, и поистине исполна вы получите воздаяние за свои дела в день воскресенья. Кулли унавс, каждая душа, говорит шейхус аминав, кулли унавсин манфуса, то есть каждая живая душа, минбани адаму, гайри бани адам, за икотульмаут, будь это потомки адама или будь это какие-то другие существа, все или же каждое живое существо вкусит смерть. И обратите внимание, Всевышний Аллах спонталю удивительное слово использовало, так как вкушать, вкушать, как за икотульмаут, как пробовать, говорят же. Потому что у смерти есть вкус, муррун, горький вкус, и окрагуу куллинсан, который не нравится никакому человеку. Однако, что касается верующего, и опять мы слышим слово верующего, но сразу же в подсознании, что тот, кто имел акиду, пророк Салса и моего сподвижника, то есть кто-то задастся вопросом, это что по твоим словам, получается ашариты, матуридиты и так далее, они не верующие, куфары что ли? Нет, мы так не сказали в ар-калуфе. Аллах спонталю сам с этими людьми разберется. Если этот человек осознанно оставил пророка Салса и его сподвижников, зная, что акида пророка Салса и его сподвижников не была ни ашаритской, ни матуридитской, ни муатазилицкой, ни кадаритской, ни хизбутахрировской и другие всякие течения, он зная, осознавая это, все равно оставит акиду пророка Салса и моего сподвижника, а лалим этому нафиг, может быть он у Всевышнего Аллаха спонталя неверующий, и мы здесь обращаемся с ним, как с мусульманом, как пророка Салса и моего сподвижника общался, нет? А может быть так, что человек, барак Луфикум, родился в той или иной местности, вырос в той или иной среде, где ему преподнесли и сказали, что вот эта вот акида, которая здесь вот распространена, на ней был пророк Салса и его сахабы. И поэтому он верил в то, что, на чем нашел своих родителей и так далее и тому подобное, то есть будучи мусульманом, но барак Луфикум отклонений и так далее и тому подобное. Аллах говорит в Коране, барак Луфикум, «Вамакунна муаввибина хатта наба'фа, Расуля». Мы никого не подвергали мучениям до тех пор, пока не посылали посланников. То есть пока довод до него не дойдет, Аллах спонталя его не подвергнет мучений. И оправдает его, барак Луфикум. Аллах спонталя говорит в Суре Таварак, «Каждый раз, когда будут толпу людей бросать в ад, будут спрашивать хранители ада этих людей, «Алям яйтикум навир». К вам приходил увещеватель? То есть к вам приходил человек, который донес до вас акиду, пророк С.А.М. и у сахаба, «Калюбаляка джиана». Да, говорят, до нас дошел. Но мы ему не поверили. Но мы ему не поверили. «Калюбаляк С.А.М. и у сахабы с саир». Так и надо обитателям ада. А если же человек обманут и так далее, и тому подобное, барак Луфикум, Всевышний Аллах спонталя, даже человека, который умер, будучи здесь на земле, не мусульманином, может вести его в рай. Пророк С.А.М. сказал, «Четверо будут припираться в Судный день с Ивышним Аллах спонталя». Первый сказал это глухой. Второй сказал умалишенный. Четвертый сказал старик, у которого старческий маразм не соображает. Третий. И четвертый сказал это человек, до которого не дошел призыв об исламе. Эти люди варак Луфикум умалишенный, старик в старческом маразме. Глухой скажет, что Аллах пришел в ислам. Мы ничего... Глухой скажет, я не слышал о них. Умалишенный скажет, «О, Аллах, пришел в ислам, и я, говорит, не соображал». Старик скажет, «Когда пришел в ислам, я все, уже голова не работала». И тот человек, который называется Аль-Фатра, был ислам, но до меня он не дошел. Я жил в той или иной местности и так далее, но до меня ислам не дошел. У нас есть хорошая статья, братья составили с С.А.Форума варак Луфикум про Аль-Фатра, где говорили варак Луфикум, и привели доводы, что даже мусульманин может относиться к чему? К Аль-Фатр. И вот эти вот люди, которые выросли в среде ашаритов, матуридитов, муатазилитов и так далее, до них не дошла акида православа С.А.Форума варак Луфикум, иншалу, то ли они в судный день будут оправданы, и варак Луфикум. Дальше, шейх Мухаммад ибн Салих варак Луфикум говорит, «Оля кин муу мин ида хадарагу аджалю», однако верующий, когда к нему приходит его срок, «И убашару бима инда Аллахи аз-за вачаль», его радует тем, что ждет его Всевышнего Аллаха, «Ахаббалика Аллахи» сразу же в этот момент, когда до него доходит весь о том, что ждет, он желает встретиться с Всевышним Аллаху, вот в этот момент он перестает чувствовать неприязнь к смерти. «Кал Аллаху Тааля» Всевышний Аллах говорит, «Ва иннама ту вафауна уджура ком яумал кияма», и вы поистине сполна получите награду в судный день, «Айтуутуна гауафия», то есть вот все, что вы заработали, вам будет отдано, «Камилетан яумал кияма», полностью в судный день. «Ва иннамутия инсану ачрау фиддуния», если даже человеку дается какая-то награда на этом свете, то есть не только это награды, то есть будет, «Ва иннамутия инсану ачрау яумал кияма», полностью стопроцентную, «Отадуя», как говорится, то, что он заработал, будет воздано ему в судный день. «Ва иннамутия инсану ачрау фиддуния», может быть так, что верующему воздается за его праведные дела уже на этом свете, «Ва иннамутия инсану ачрау фиддуния», однако это не вся награда, которая его ждет. «Аль-лязи ваффа тауфия талькаемта йомал кияма», который он получит сполна в судный день. Дальше, «Аллах говорит фаман, «Зух зиха анинари», тот, кто будет спасен от огня, «Зух зиха ани убьида анинари», то есть будет отдален от огня, «Ва удыхилля льчанната», «И будет введен рай фахад и фааз», тот является преуспевшим. Братья, обратите внимание на эти глаколы, «Зух зиха», отдален от огня, «Удыхилля», «Введен в рай», во всем это указание, что человек сам по себе не может, каждый, кто захотел, зашел в рай, каждый, кто захотел спасти от огня, кто-то должен с ним это сделать, братья, Братья Аллах Субханава Тальм. «Ля на упаде», и подобный аят Иббар Ак-Луфикум вселяет в тебя надежду и в тот же момент вселяет в тебя страх. И подобный аят, и когда ты читаешь такие глаголы, Иббар Ак-Луфикум, ты занимаешься самовоспитанием и отдаляешься от такого скверного качества, которое называется самодовольство, то есть самогазовольство, ручб, когда человек занимается самообольщением, сам собой обольщен. Есть люди, на саллах, особенно это качество Братья Аллах-Луфикум присутствует в двух сектах современных. Это кто? Хавариджи и джарховщики. Это которые считают, что они самые лучшие создания на земле. Лучше нет никого и поэтому относятся к другим, тем, кто не с ними, презренно, с высокомерием. «Насаллах аляфу ляфи». Они забывают о том, что от огня отдаляет, не сами они отдаляются, а Всевышний Аллах отдаляет. Они забывают о том, что в рай сам человек не зайдет, если только его не введут туда. «Ляноу Наджимин аль-Макрух». Почему этот человек является преуспевшим, который будет отдален от огня и введен в рай? Потому что он спасся от нехорошей вещи. «И добился по милости Всевышнего Аллах-Смадаля, и ему было дано то, к чему он стремился». «Наджимин аль-Макруху ва-гуа-духулинар» «Спасся от неприятного» это вхождение в ад. «И добился желаемого ва-гуа-духулиджанна» это вхождение в рай. «Угазаху аль-Фаузу аль-Аввим» это и есть великое преуспеяние. «Ля виля фауза месляху» подобного, которого нету. То есть другого преуспеяния выше этого не может быть. «Дальше Аллах-Смадаля гетвуа ма аль-Хаяту дуния ля матау ль-Гурур» «И эта жизнь это всего лишь наслаждение и обольщение». «Садак Аллаху аз-За-Важаль» «Правди Всевышний Господь» Субханаля «А дуния матау ль-Гурур» «То есть это дуния бара клуфикум наслаждение и обольщение». «Я не мата ляйса дайман». То есть во-первых это всего лишь временно. То есть даже если наслаждаешься то это что временная вещь. «Балькамайя куну ль-Мусафир мата» «Точно так же как у какого-то путника есть какие-то вещи которые он берет с собой «Правиант в путь». «Ясу любили льямутага сафариги» «То есть чтобы добраться до конца на своем пути». «О мазаль кафагу о матау ль-Гурур». И мало что у него это всего лишь временно так он еще обольщен. Тагуру ль-Нсана обманывает это обольщает человека. «Тазда ду-Лягу» То есть может быть что это «Тазда ду-Лягу» украшается для него. «Вот тазда геру цветет». «Вот так тахалю приукрашается». «Вот это хасану украшается». «Вот таку ну как сэн шай». Внешне это выглядит как нечто прекрасное. «Тазда ду-Лягу» я вас манталь назвал «Таматау ль-Гурур» обольщение чем? Лежит наслаждение обольщением. Потому что на самом деле ты самую вещью не наслаждаешься. Задай себе вопрос самое любимое блюдо какое у тебя? Кто-то говорит самое любимое блюдо допустим у меня ну я не знаю какое слово скажет кто-то яблоки. Сам вот больше всего я люблю яблоки. Хорошо съел ты яблоко доводен до а в 2 до а 3 а 4 а 5 а килограмм эти составляют кто-то есть эти твои самые любимые для тебя яблоки. Тебе плохо станет. Правильно или нет? Вот она видите Туня на самом деле ты яблок не насажешь ты обольстился тебе кажется но на самом деле это тебе может что? Надо есть. Ты баракалуфикум женился на самой красивой женщине на земле. Достанет и останет один прекрасный день когда он тебе станет противно баракалуфикум когда тебе просто захочется от нее отдалиться насколько бы она прекрасна не была знаешь ты не женщина а сам себе придумал вот этот образ и наслаждаюсь и вот так каждая вещь то есть все на этом свете такое а на том же свете нет оно не так что ты будешь любить на том свете сколько бы ты яблок не съел ел 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 они тебе не надоедают мало того что не надоедает с каждым яблоком оно будет казаться все вкуснее и вкуснее и вкуснее и вкуснее братья баракалуфик братья женщины для мужчины допустим Аллах сказал обитатель рая в тот день будут наслаждаться работой баракалуфик то есть это будет радость как для мужчин так и для женщин братья наслаждаться работой шуголь ну работать работать домашнее задание выполнить поэтому пророк сказал клянусь Аллах я не боюсь бедности для вас братья пророк не боялся бедности ты тоже не бойся бедности не надо бояться бедности пророк не боялся ты тоже не бойся однако то чего я боюсь действительно то что для вас откроется как она была открыта для тех кто был до вас и они начали опережать друг друга стараться в наше время люди стараются быть повыше в списке формуса при том что ему эти деньги вообще не нужны мы же вчера с вами обсуждали правильно человеку который миллиарды сколько он в день тратит на себя он даже если пожелает на себя что-то потратить единственный вариант брать потратить на себя миллиарды это что отправить инвестировать их куда на тот свет чтобы действительно пользоваться ими однако я боюсь что вам будет открыт этот свет как было открыто до вас они начали соревноваться как и вы будете соревноваться как они соревновались и вас погубит это имущество или это мирское как погубило их поэтому иногда ты видишь что человек допустим бедности а у льваса или же у нее средний достаток его положение в таком положении когда он беден или же в среднем положении он намного лучше нежели когда он был богат потому что богатство его обольщает побуждает его переходить границы дозволенного это жизнь всего лишь обольщение наслаждениями врать или наслаждение обольщением то есть не обольщайтесь этим светом пусть всегда вы думаете о том свете о том свете на котором если человек будет отдален от огня то получается он преуспеет таким преуспеянием выше которого нету преуспеянием прошу Всевышнего Аллаха сделать нас и вас мимман утия фиддуния хасана из тех кому на этом свете было дано самое лучшее во филях хрити хасана и на том свете самое лучшее и из тех кого обережет от мучения огня оборвала